... для Британии этот скандал не отброс. Вторая часть вопроса. Почему? Почему? Это сложный вопрос. Значит, мы уже на уровне данных фактов, на уровне, думаем, что это не обошлось, не могло произойти без ведома Путина или кого-то из ближайших его сотрудников. В общем, без коммерческой администрации. Эту уверенность разделяют все, так сказать, аналитики и на правительственном, и на неправительственном уровне. И последнее, что мы слышали на эту тему, это вот в одной из телеграм-викиликс рассказывается, как помощник Ангелизы Райского, французский юрист, он сказал именно эту фразу. Мы думаем, что это не могло произойти без ведома Путина. Значит, а вот почему Путин одобрил эту операцию и уговори, и исполнил? Тут есть несколько действительно версий. И мы, так сказать, серьезно рассматриваем, что конкретно послужило, поводом к этой операции и уговори к нам. Но есть, по крайней мере, еще три версии, в основном, которые рассматриваются на каждом этапе, на каждом этапе полиции. Первое, что Литвиненко отравили русские мафиози, потому что он занимался их разоблачением, в частности, в испании. И это было помогало испанцев. Второе, что Литвиненко занимался контрабандой в Балонии, и сам себя отравил. И третья версия, что его отравил Березовским. Полиция, в основном, фокусируется на уликах, которые они собирают, и гораздо меньше на мотивах этого преступления, поскольку так устроена полиция. Они изучают то, что собирают, и потом строят версии. Хотя они, естественно, обсуждают невозможные мотивы. По поводу первой версии, о которой вы упомянули, да, это вполне... Значит, главное во всех этих самых спекуляциях, обсуждениях, это, конечно, факт использования полиции. Потому что не найди британцы полиции, а нашли они его совершенно случайно. До сих пор все возможные версии, еще несколько, которые ходят, которые, правда, не существовали, потому что у Саши было много врагов, он много чем занимался, и это понятно. Но то, что был использован полоний, который, опять же, является оружием массового поражения, если кто интересовался этим вопросом, одного грамма полония достаточно, чтобы отравить миллион человек, и, так сказать, по весу, он не менее токсичен, чем сибирская язва, чем антрац, и, соответственно, он не так уж легко и доступен, то есть не более доступен, не менее доступен, чем другие виды массового поражения, и с ним могут работать только государства, и государственная часть известная машина. Вот, поэтому вопрос о мафии, это серьезный вопрос, потому что Саша действительно очень много работал с испанскими органами, с испанской полицией по так называемому делу Тамбовской преступной группировкой, самой крупной операцией в Европе, в Европе, в России с организованной преступностью, где были арестованы сотни людей, конфискованы огромное количество ценностей, и, значит, он консультировал испанскую полицию, и главное, пожалуй, об этом тоже сейчас выплыла история у Экиликс, потому что судья, который засадил этих церквей фирозе, рассказывал американскому послу в Мадриде, какой важный вклад с ним осуществление в этой операции. Так вот, то, что Саша особенно надбирал, это на происхождение этой конкретной криминальной группировки, которая уходит по днями в бандитском Петербурге в середине 90-х годов, то есть и переплетен по своему происхождению с многими чинами бывшего петербургского ФСБ, которые впоследствии стали пищевыми людьми в Кремле. И вот, например, главный эмфиозий арестовый в Испании, человек по имени Малышев, близко связан с генералом Золотой, который был начальником личной охраны Путина. И вот эта самая связка между испанскими эмфиозиями и кремлевскими чекистами возможна и была тем, что, так сказать, дала возможность и таким образом подвинула российское государство подвести эту операцию. Что касается двух других версий, которые мы именили, это что он сам себя отравил. Да, это чепуха хотя бы потому, что Саша не знал, от чего именили. Он, естественно, если бы у него был малейший намек понимания, что с ним происходит, он, безусловно, сказал именно врачам. И не говоря уже о том, что возникла бы опасность того, что у него Марина, его сын, где родился. Но он... Погония нашли буквально за час до его смерти, когда он был уже в коме, и, как я уже сказал, совершенно случайно, как он сказал начальник следственной группы. Он сказал, мы бы никогда не нашли ни Погонии, если бы не этот старенький токсиколог в больнице, который не сказал нам, проверьте его на альфа-радиоактивность. Дело в том, что Погонии относится к той группе радиоактивных веществ, которая излучает так называемой альфа-частицы. Если кто помнит школьный курс физики, эти альфа-частицы обладают очень низкой энергией, их не замечает обычная черча гибель. То есть все оборудование, которое есть в больнице, в полиции, у ловцов-тиранистов настроено на данное излучение, то есть то, что излучается другими теоретическими материалами, и никому в голову не пришло проверить это на что-то чисто случается. Это, кстати, причина, почему полы не было использована. И третья версия, пожалуйста. А третья версия, это что... Ну, опять же, эта версия достаточно несостоятельна, она исходит из Москвы. Это такая официальная версия российской лепаратуры. Она, так сказать, принятое взятого человека. Она несостоятельна, хотя бы потому, что если бы англичане узнали, что Березовский у них подносы манипулируют с веществом, с которым бран, который бы сказал достаточно, чтобы отравить четверть населения Лондона, от него бы не осталось мокрого места. Есть, есть. Поэтому, не знаю, чепуха. Ну, может, это был зловещий. Про чей? Березовского? Я же говорю, если у Березовского был зловещий план купить Летериненко, это я понимаю. Но если в ходе этого плана Березовский достал где-то инфракс, зимоборний, сибирскому Йозову, плутоний, годящийся для грязного бомба или еще чего-то, то мы бы знали, может, точно, потому что англичане, естественно, у которых после этой операции, и всего прочего, они гораздо более сдвинуты на опасность терроризма, чем американцы даже. Я думаю, что они могут это не так и наставить. Поэтому, это то, кстати, о чем говорит Российский. Вот, эмигранты, они что-то, что делают, они с ним разобраться. Но, в общем, отчепуха. Мы вернемся к теме выделения с подробностями связанных интересных конспектов, которые будут чуть позже. Марина.